По статистике, за отчетный период 2020 года пожарные расчеты экипостутских спасателей выезжали по вызову 9 раз по случаям возгорания автотранспортных средств, из которых два последних произошли 15 сентября в Торт-Кудукском сельском округе и селе Саргамыс, где вследствие возникшего ЧП сгорели не только автомобили, но и был нанесен ущерб сельскохозяйственным формированием. Здесь расписаны правила пожарной безопасности, что разрешается, что запрещается делать, также ваши обязанности здесь написаны. С 1 января 2020 года произошло 9 возгораний автотранспорта. Последние два случая, которые произошли 15 сентября 2020 года, загорелось два автотранспорта, от которых пострадали крестьянские хозяйства, сгорело 80 тонн сена. При посещении сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям не только устно разъясняли представителям автозаправочных станций об опасности возникновения пожаров на транспорте, но и оставляли раздаточный материал для владельцев авто. В целях пожарной безопасности прошу вас при заправке авторобильного топлива обратить внимание на пожарную безопасность, вручать памятки сельскохозяйственному транспорту, легковому автотранспорту, грузовому автотранспорту. Здесь расписаны правила пожарной безопасности, что непосредственно должен соблюдать каждый водитель. Приводя статистику, спасатели отметили, что несмотря на с десяток пожаров на транспорте, человеческих жертв удалось избежать. Кроме того, предупредили автовладельцев региона об опасности несвоевременного прохождения технического осмотра транспортных средств. Напомнили о несанкционированной рыбной ловле на водоемах, где это запрещено, а также о правилах поведения рыбаков на воде за любимым хобби. Управление по чрезвычайным ситуациям города Кибасуза предупреждает вас о правилах безопасности при рыбной ловле. Элементарные правила безопасности должен помнить и соблюдать каждый любитель рыбалки. В первую очередь, перед отправкой на рыбалку нужно изучить погодные условия. При неблагоприятных погодных условиях лучше воздержаться от рыбалки. Также безопасная рыбалка является на местах, где уже ранее вы рыбачили. При рыбной ловле будет непосредственно долгий и прямой контакт с солнечными лучами рекомендуется одевать в светлую одежду. Прежде всего при рыбной ловле помните о безопасности, а не об улове. Ведь эта рыбалка может стать для вас последней. Сейчас также сотрудники службы спасения проводят и рейдовые мероприятия среди жителей многоэтажного жилого сектора. Тема беседы во время профилактических встреч – опасность выпадения детей из окон.